Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать книгу «Премудрости Соломона» на библейском портале экзегет.ру. Сегодня мы читаем вторую главу. Неправомыслящие говорили между собою. Короткая прискорбна наша жизнь, и нет человеку спасения от смерти. И не видан освободившийся от ада. Без цели мы рождены, и после будем, как небывшие. Дыхание в ноздрях наших — дым, и слово — искра в движении нашего сердца, которое, когда угаснет, тело обратится в прах, и дух рассеется, как жидкий воздух. И имя наше забудется со временем, и никто не вспомнит о делах наших. И жизнь наша исчезнет, как след облака, и рассеется, как туман, прогнанный лучами солнца, быв проникнут его теплотою. Ибо жизнь наша — прохождение тени, и нет нам возврата из смерти, ибо он заключен, и никто не возвращается. Итак, будем наслаждаться настоящими благами, и будем пользоваться миром, как юноши, поспешно. Преисполнимся дорогим вином и благовониями, чтобы не пропала у нас весна жизни. Увенчаемся цветами роз, прежде, пока они не завяли. Никто не лишай себя своего утешения. Везде оставим знаки веселья, ибо вот это наша доля и наш жребий. Дальше текст еще продолжится, но я хотел бы обратить ваше внимание, что речь идет о неправом мыслящих, которые говорят между собою. То есть это люди, которые ошибаются, которые не знают правды, не знают истины, они не верны Богу, и как они рассуждают? Жизнь коротка и прискорбна. То есть если просто на нее смотреть простым чистым взглядом, то она короткая, естественно. Деревья какие-нибудь могут жить дольше людей, некоторые животные. То есть в целом, я не говорю про явления природы, горы, какие-нибудь реки, целые поколения, тысячелетия могут сменяться, реки одни и те же, горы одни и те же, созвездия на небе одни и те же. Естественно, человек видит, что жизнь его коротка и прискорбна. И нет человеку спасения от смерти, и не видан освободившийся от ада, то есть от Шиола, да, вот от того Шиола, это такое темное место, место такого сна, как его понимали в Ветхом Завете, беспробудного, как о нем Иов говорит, да, спать в покое. Вот нет того, кто освободился. Без цели мы рождены, говорят они. Удивительно, да, что прямо находятся люди в Писании, которые говорят, смыслу жизни нет, нет никакой цели у жизни. Мы начинаемся, и после будем как небывшие, то есть мы без смысла начались, и нас не будет. Дыхание в ноздрях наших, как дым, и слово, искра в движении сердца нашего, то есть все очень такие образы, очень быстро проходящие. Дым рассеивается, искра вообще буквально, ну, мгновение существует. Когда угаснет, тело обратится в прах, то есть истлеет. И дух, интересно, да, что в других текстах Писания говорится, дух идет к Богу, который взял его, но перед нами речь неправомыслящих людей. Дух рассеивается, как жидкий воздух. То есть воздух и сам по себе жидкий, да, он не представляет из себя трудную субстанцию. То есть жидкий воздух — это такое, как будто бы плеоназм своего рода, да, то есть что-то удвоенное, то есть настолько наш дух неплотный, настолько вот он рассеивается мгновенно. И имя наше забудется со временем, да, то есть даже памяти никакой не останется, никто не вспомнит о делах наших. «И жизнь наша исчезнет, как след облака, рассеется, как туман, прогнанный лучами солнца». Ну да, действительно бывает так, утра на утром встанешь, смотришь где-то, где там влага есть на земле, может быть, река какая-нибудь, или озеро, или там болотце, есть туман. И потом солнце встает, и действительно казалось, вот еще, еще, еще он был, и вдруг нет, настолько тоже быстро он проходит. И дальше совсем-таки откровенные, да, утверждения, «Ибо жизнь наша — прохождение тени». Вообще что-то такое незначительное. «И нет нам возврата из смерти, ибо он заключен, возврат заключен, невозможен, и никто не возвращается». Да, это вполне ветхозаветная мудрость, смешанная с такими ошибками. Действительно, мы и в псалмах видим, и у экклезиаста видим, да, что никто не возвращается, но все-таки уже в книге «Экклезиаста», например, есть вера в существование бессмертного духа. А здесь этой веры мы как раз не видим у этих людей, которые неправо мыслят. И какой же вывод из этого можно сделать? Очень простой. «Будем есть и пить, ибо завтра умрем», потому что другого нет никакого выхода. Если у тебя есть эта короткая жизнь, возьми от нее все. Так они рассуждают. Вот, собственно, он и пишет, Соломон цитирует их. «Итак, будем наслаждаться настоящими благами, и будем пользоваться миром, как юноши, поспешно». Да? Как есть такое выражение, что человек спешит жить, то есть пытается все успеть, все попробовать. Ему кажется, что так много всего, что он ко всему не успеет прикоснуться, и надо через все пройти. И вот будем пользоваться миром, как юноши, поспешно. «Преисполнимся». Ну, кстати, они не собираются пробовать нищету, бедность, не собираются пробовать болезни, страдания, какие-то лишения. Нет, «Преисполнимся дорогим вином и благовониями, чтобы не пропала у нас весна жизни». То есть это такие люди, которые собираются жить на широкую ногу, стараются жить в веселье. Ну, на самом деле, конечно, довольно очевидно, что человек, который говорит, и так будем наслаждаться настоящими благами, если он, например, крестьянин, понятно, что у него нет времени наслаждаться этими самыми благами, потому что он работает с утра до вечера, и устает. Крестьянская жизнь и ремесленная жизнь в древности, она была очень тяжелая, она и сегодня нелегкая. Да, человек, который говорит, будем пользоваться миром, как юноши, понятно, что у него есть на это некоторый ресурс. «Преисполнимся дорогим вином и благовониями, чтобы не пропала у нас весна жизни». Здесь опять, да, вот юноши, весна жизни, очень схожие вещи. «Увенчаемся цветами роз, прежде, пока они не завяли, розы жизни». «Никто не лишай себя своего утешения». То есть, что значит «не лишай себя своего утешения»? Есть у тебя возможность получить некоторое веселье и утешиться? Не пренебрегай этой возможностью. «Иди по жизни весело, смело, не упускай ни одного шанса». «Везде оставим знаки веселья, ибо вот это наша доля и наш жребий». То есть, во всех сферах постараемся получить удовольствие. Но это было бы полбеды, если бы они просто на этом остановились, в том смысле, что решили, что их жребий таков. Они сами хотят так жить, и это их дело, да, и никто не вправе им указывать. Но все же они на этом не останавливаются. Дальше Соломон, цитируя их, пишет. «Будем притеснять бедного праведника. Не пощадим вдовы, не постыдимся многолетних седин старца. Сила наша да будет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным». Вот, оказывается, что такой человек не останавливается на простом угождении плоти, не останавливается на простом примитивном веселье, на такой, знаете, практически животной радости от еды, там, спиртного, чего бы то ни было. Нет. Такой человек вдруг чувствует, что его жизнь обличается присутствием чего-то другого, присутствием другой жизни, другого стиля, да, другого подхода, другого взгляда, другой перспективы. И вот праведник, он раздражает. «Будем притеснять его, не пощадим вдовы, не постыдимся многолетних седин старца». То есть будем вести себя бесчинно, так, что нам все равно, кто перед нами вдова, то есть так, кого некого защитить. «Старец, тот, кто в почете общественном, сила наша, да будет законом правды». То есть вот правильно то, что я считаю правильным, потому что я сильный. По закону силы. Кто сильный, тот и прав. Вот по такому принципу они предлагают жить. Почему? Ну, потому что человек бессильный, то есть ссылающийся на правду, но не способный подтвердить ее, эту правду, да, или настоять на ней с помощью силы, такой человек оказывается бесполезным. Вот они так и говорят. «Ибо бессилие оказывается бесполезным». То есть понятно, что это, ну, некоторое такое предвосхищение такого осуждения на горной проповеди. Вот там «не противьтесь злому», там «ударят тебя по правой щеке, подставь левую». Нет, здесь наоборот. «Сила наша будет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным». Когда люди говорят, нет, это такой христианский подход, это не наш подход, мы должны все взять силой. Что же они берут силой? Следующие стихи, Псламон продолжает. «Устроим ковы праведнику, ибо он тягостен для нас и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона, поносит нас за грехи нашей молодости, объявляет себя имеющим познание о Боге и называет себя Сыном Господа. Он перед нами, как обличение помыслов наших. Тяжело нам и смотреть на Него, ибо жизнь Его не похожа на жизнь других, и отличны поступки Его. Он считает нас за поддельный металл, удаляется от путей наших, как от нечистот ублажает конец праведных и тщеславно называет Бога Отцом». Мы видим, что праведник не просто раздражает собственной жизнью, а праведник обращается к ним, потому что, вот видите, он говорит, мы устроим ковы, то есть скуем, испортим жизнь, остановим в действиях праведника, ибо он тягостен для нас, то есть он мешает жить. Почему? Каким образом? Противится делам, укоряет в грехах против закона и поносит за грехи молодости. То есть, что значит поносить? То есть, как бы публично, делать публичными грехи, нести их перед лицом народа. Знаете, как говорят, вот там слухи разнеслись по округе, да, или там какая-нибудь сплетня понеслась, скажем, по коллегам, по сотрудникам, то есть от одного к другому, от одного к другому, один перенес другому, да, и вот поносить в таком смысле, то есть разносить всем эту информацию, вот, то есть он делает публичными грехи молодости, пытаясь их остановить. И что, и более того, что еще больше всего, конечно, всегда раздражает, объявляет себя имеющим познание Бога и называет себя сыном Господа. Он перед нами, как обличение помыслов наших. То есть, с одной стороны, он буквально ведет себя вызывающе, это естественно, это раздражает их, но, с другой стороны, он обличает их мысли, то есть они, мы уже знаем из первой главы, люди, которые надеются, что Бога нет, которые его хулят, которые живут, как хотят совершенно. И, конечно, такой человек оказывается обличением их мыслей. То есть он говорит, вы живете так, как будто Бога нет, так нельзя жить. Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и его поступки отличаются. Ну, как бы, отличаются и отличаются. Что тут такого? Почему его поведение так возмущает? Потому что они в сердце своем чувствуют, что они неправы. Вот почему. И, естественно, вот они даже не могут на него смотреть, потому что им самим становится тошно от того, что они делают и как они живут. Он считает нас за поддельный металл, то есть, знаете, поддельные деньги, то есть они ничего не стоят. Вот ты нашел, не знаю, там, монеты какие-нибудь золотые, да, сначала обрадовался, дорогое, можно будет их как-то там поменять на что-то и стать богатым, и вдруг тебе оценщик говорит, это подделка все, это просто вот либо краска, либо там какой-то такой металл, который только похож на золото, но он ничего не стоит. и это красивые железки такие, которыми нельзя пользоваться, которые ни на что не годны. И вот как раз здесь именно такой подход. Он считает нас за поддельный металл, удаляется от путей наших, как от нечистот. Люди живут, представим себе, что они, может быть, приглашают даже его, разделись с ними этот путь, а он просто как от канализации шарахается от их жизни. И более того, тщеславно называет Бога отцом. То есть он считает, что он сын Божий. Ну здесь два варианта. Либо это предвосхищение праведника, такой, знаете, текст о Новом Завете, либо это такое воспоминание еще из первых глав книги Бытия, когда говорится о сыновьях Сифа, сыны Божии, стали входить к дочерям человеческим. То есть сыны Божии – это люди, которые живут в мире с Богом. Далее. Они, конечно, не просто нападают на Него, а через Него они хотят проверить, есть ли Бог на самом деле и будет ли Он их наказывать. «Увидим, – говорят они, – истинны ли слова Его и испытаем, что будет при смерти Его. Ибо если этот праведник есть сын Бога, то Бог защитит его и избавит его от руки восставших на Него». Ну, какие-то очень знакомые слова, в Евангелиях мы слышим подобное. «Если ты сын Божий, сойди с креста». Вот здесь то же самое. Если ты сын Божий, то Бог защитит его, избавит его от руки восставших на Него. «Испытаем его оскорблениями и мучениями, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его». Ну, на самом деле, конечно, они хотят испытать его несмирение и не хотят видеть его злобу. То есть речь вот о чем. Посмотрим, насколько он на самом деле смирен. То есть логика такая, что он несмирен. Мы сейчас начнем его наказывать, начнем его портить жизнь, и вот он сразу возмутится. Или видеть незлобие его. То есть, ну, посмотрим, какой ты незлобливый, когда на тебя вдруг напали, и напали, например, несправедливо. То есть ты вроде как внешне выглядел праведником, и вдруг тут же начинаешь возмущаться. «Осудим его на бесчестную смерть, и будет суд над ним от слов его». То есть он за свои слова обличения будет наказан. «Так они рассуждали, но ошиблись, ибо злоба их ослепила их. И они не познали тайн Божьих, не ждали воздаяния за святость, и не думали о награде душ непорочных». Это уже Соломон, который привел их слова в пример, и дальше говорит, «Но они ошиблись, они были ослеплены злобой». Вот действительно, кажется, злоба – это всего лишь некоторая наша способность, способность злиться. Но злоба, как часть некоторой страсти, и сама часть страсти, она способна закрывать глаза человека, делать его слепым к чему-то. Когда он стремится усиленно, вот он разъярен, понятное дело, что он не видит ничего. Вот так здесь эти люди, которые злые в сердце, они могут внешне даже выглядеть как-то не так, чтобы как какие-то преступники и буквально там безнравственные существа, но они злые в своем сердце. Злоба их ослепила. И они не познали тайн Божиих, то есть не познали тайных законов, тайных процессов, которые действуют в мире. Что человек, который, например, бессилен, что человек, который ради Бога отказывается от того, чтобы действовать насильно, он может быть спасен. Даже, может быть, не в этой жизни, но он будет спасен, потому что вот некоторая тайна Божия таких людей покрывает и их жизнь, и поддерживает их, защищает их. А эти, напротив, не ждали воздаяния за святость и не думали о награде душ непорочных. Бог создал человека к нетлению и соделал его образом своего существа, но завистью дьявола вошла в мир смерть. Бог создал человека к нетлению. Нетление есть два греческих термина, они очень похожие, втора и диавтора, которые означают тление и истление. То есть речь идет либо о таких безукоризненных страстях, отцы их называли тлением, то есть мы подчинены этим страстям и медленно живем постоянно под их гнетом. И истление, как разложение тела. И вот Бог создал человека к нетлению, то есть к жизни без разложения, без рабства страстям. И соделал его образом своего существа. Сам Бог свободен, разумен, Он творец, и естественно Он человека сотворил по образу своему. Но завистью дьявола, то есть мы видим, что дьявол завидует первым людям, которые поставлены на такую высоту, как апостол Павел пишет в послании к евреям, что ангелы служебные духи, посылаемые для спасения, посылаемые для служения тех, кому предстоит наследовать спасение. И вдруг они видят этого человека, что он может быть там какой-то совсем простой, с телом, со своими какими-то мыслями, целями. И лукавый из зависти совращает человека. Вот завистью дьявола вошла в мир смерть. То есть смерть не создана Богом, как говорит первая глава. Бог не радуется погибели живых. Смерть входит в нашу жизнь как закон вследствие того, что предыдущие законы были нарушены. То есть человек отказался от Бога, а бытие с Богом было для него законом его жизни. Отказавшись от Бога, он начинает умирать. Но причиной смерти, вот книга «При мудрости Соломоновы» видит все-таки зависть дьявола. То есть человек пал, понятно, что непосредственная причина смерти — это поступок самого человека, но этот поступок не возникает на пустом месте. Этот поступок возникает из-за того, что дьявол искушает Еву. Помня, что Бог сотворил человека к нетлению, и мы, люди, которые живем в падшем мире, люди, в жизни которых смерть является законом, все же должны стремиться к тому, мы не можем справиться с процессами, которые идут в нашем теле, но мы можем справляться с процессами, которые идут в нашей душе. И вот это тление, оно на уровне физическом от нас не зависит, а на уровне духовном зависит от нас. Поэтому будем помнить, что Бог сотворил нас к нетлению, и будем стараться хотя бы отчасти, хотя бы в какой-то мере, насколько для нас это возможно, к этому нетлению нашей воли, нашей жизни стремиться. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok